Здравствуйте, дорогие мои! С вами Комнатный Рыцарь и Джордж Круш Ром Топлиер. Сегодня мы собрались на фазенде у нашего друга, соответственно, и спонсора нашего ромового спонсора, с целью того, чтобы отдохнуть, ну и рассказать вам некоторые мудрости, о которых мы знаем. Ром Топлиер сам по себе имеет хорошие вкусовые вкатерства, однако творческий порыв, который есть в каждом из нас, не дает нам покоя. Поэтому сегодня мы поделимся с вами тем, как приготовить элегантный напиток, который нравится и доблестным рыцарям, и прекрасным дамам. Естественно, мы говорим о Беллисе. Творение, честно говоря, я не знаю, какой страны, но не будем об этом думать. Белиссимо! Белиссимо! Что-то из Италии, Франции, Старушка Европа. Господа, так вот, для этого нам понадобятся определенные ингредиенты. Доставай! Так, кажется, мы не те ингредиенты достали. Надо выпить. Ваше здоровье! Вот, теперь все именно как нам нужно. Беллис сам по себе напиток очень нетребовательный к мастерству его исполнителя, однако он имеет очень много вариаций, но сегодня мы решили сделать такое. Нам для этого понадобится самый главный ингредиент, это, конечно же, ром. Есть люди, которые делают Беллис на виски. Мы уважаем Ирландию, но, однако, сегодня мы будем делать ее именно на роли. Можете использовать любой алкоголь. Есть те, кто делает Люберецкий Беллис из водки и укропа. Однако, мы сегодня сделали... На огурцах. На огурцах, обязательно, да. Это еще называют Люберецкий мохито, но, правда, туда еще два яйца разбивают. Этим самым ударом Майнири или Мамаши... Мамаши, Мамаши, ты что, Миша, Маваши, все дела, это вот подобное. Однако, мы сегодня используем ром. Помимо всего этого, нам понадобятся сливки, 10%, которые используются в кофе, в кондитерских изделиях, может быть, и в любых сластях. Берите любую фирму, которая вам удобна. Но, знаете, сливки, вещь такая не дешевая. Сгущённое молоко, обязательно. Мы не знаем, может, в Европе используют какие-то другие ингредиенты. Однако, мы, люди русские, мы все делаем проще. А сгущёнку любят все. Это так называемый коктейль секс на полигоне, который отыгрывается поеданием сгущёнки. Нам понадобятся яичные желтки. Это обязательная вещь, которая используется здесь. Она необходима. Даже если брать классические рецепты Беллиса, везде требуются яичные желтки. Ну, а дальше нам нужен ванильный сахар. Не используйте ванилин. Нужен именно конкретно ванильный сахар. Дальше, следующий ингредиент, он не то чтобы обязательный, но зависит именно от ваших вкусовых предпочтений. Кто-то любит карамель, кто-то любит просто не использовать другой ингредиент. Однако, мы решили взять шоколад. Если у вас есть возможность, и вы человек, родившийся серебряной ложечкой во рту, вы можете использовать какой-нибудь швейцарский шоколад, заказанный там с рублёвки. Мы решили сделать проще, потому что мы делаем это всё для друзей, для друг друга, для себя. Да, для себя. Поэтому мы используем шоколад, который, ну, быстро... Который есть. Который есть. Ну, так говоря. В Ашане он стоит не очень дорого. И, собственно, самые сложности возникают в дальнейшем. Хотя, сложности мне их назовут. Это нужно всё довесить. Для этого мы используем тару. Так как у нас есть миксер, не в каждой семье есть миксер, мы используем его. Если у вас есть просто обычная взбивка, которая развивает тесто для блинов, гоголь, моголь, думаю, многие любят, можете использовать её или будет удобно для вас тару. Однако, мы в этом плане решили использовать именно миксер. Блендер. Блендер. Спасибо большое. Ну что ж, начнём замешивать. Первым делом нам нужен ром. Он нужен всегда. Да, он нужен всегда. Что чистоганом, что в использовании коктейлей. Мы, кстати, будем делать обзор. Обязательно посмотрите на ром и различные примеси к него, которые будут удобны. Коктейли. Коктейли. Самый распространённый и любимый её производитель. Да, именно. Что ж, рому нам потребуется примерно пол-литра. Благо, здесь есть мерка. Литра. Целых пол-литра. Целых пол-литра. В дребезги. Почему в дребезги? Ну тогда ладно. Знаете, это как падение Ниагарского водопада. Тебе приятно слушать. Так, я вроде бы пол-литра. Это вот на уровне сумочки поясной. На уровне поясной сумочки. Если вы вдруг у вас... Ну, не на каждом миксере есть, соответственно... Поясные сумочки. Мервный стаканчик, да, и поясные сумочки. Вот. Поэтому вот, где у рыцаря, соответственно, образ срисован понятно с кого. Вот. Поэтому... УСХ, привет. В принципе, оно так. Вот. Чуть-чуть. Хотя, знаете, кто любит покрепче, может добавить и больше. Можете хоть две путылки приватить. Как вам интересно. На литр? Вести азиа. В следующем у нас идут сливки. Сливки у нас имеется литр здесь в упаковке. Но именно сливки с ромом у нас должны идти один к одному. То есть у нас пол-литра рома, поэтому пол-литра сливки. А тут, смотри, листочки есть. Видишь, я уже говорил про эту сумочку. Но не у всех же здесь есть. 500? 500? Угадал? Не у каждого есть такой вот клёвый миксер, как у нас. Собственно, как у хозяина. Я вам просто спортпит делаю, когда тренируюсь. Вот, поэтому есть. Спорт и бухло. Да, чтобы бухать, нужно здоровье. А здоровье – это спорт. Согласен. Вот здесь я с тобой прямо согласен. ЗОЖ – это вещь, конечно, хорошая, но надо жить, веселиться как-то. Чтобы пропить здоровье. А что такое ром? Да, да. А что такое ром? Ром – это веселье и приключение. Так, минусы. Берем. Поэтому наливаем. Здесь есть мерочка по тысячам миллилитров. Ага, вот, добавили. Надо было встряхнуть его, конечно, перед этим, но ладно. Следующие ингредиенты. Как мы вычитали по рецепту, нам нужна банка сгущенки. Если у вас банки нет, удобнее выдавливать именно из таких пакетиков. Они сохраняют. Так будет и быстрее. Да, так будет и быстрее, собственно, само по себе. Знаете, эффект пластмассовый почти от зубной пасты. Берешь, выдавливаешь и все. Здесь все то же самое. Не надо вот этой ложкой ковыряться и так далее. Кстати, слушай, а правда ли, что именно на всех ролевках отыгрывают секс сгущенкой? Это было давно. Сейчас массаж и все. На самом деле, людям так удобно. Ну, а как же сгущенка. Вот и ни разу сгущенкой не мазали. А знаешь, вот я вот как говорит, как многие говорят, что… Кого-то в палатке я, может быть, и мазал почти сгущенкой. Да, дядька. Вам этого не буду рассказывать. Не, вот вообще говорят, что как бы… Мужики. Да, естественно. Говорят, что, мол, как бы традиционные отыгрыши секса – это обычная сгущенка. А вот немножко, скажем так, ответвление в другую отверстие – это вареная сгущенка. Я в такое не играю. Лучше классика. Женщина не против, ты тоже. Все. Добавляем это все. Так, добавляем кгущенку. Все. Пачку можно либо выбросить, либо отдать детям, чтобы они высасывались и остатки сладкого. Следующее, что нам нужно – это ванильный сахар. В ванильный сахар нам требуется всего лишь одна чайная ложечка. Как она открывается? Ага, нашел. Честно говоря, чайной ложечки я у себя не вижу, поэтому буду делать все на глаз. Дементий, а, Ярослав, остановите меня. Ага, вот так вот, замечательно. Скажем так, получилась чайная ложечка без горочки. Используйте ванильный сахар, а не ванилин. Разные, абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Это как, не знаю, как динамит и тринитротуол. Даже не знаю, как сказать. У меня даже от других аналогий в голову не приходит. Тут только динамит и тринитротуол. Да. Но динамит, на самом деле, сильно отличается. Он гораздо дольше хранится. Слушай, ну я как бы не учился. Вещь, рекомендую. Я надеюсь, ты ей только пни выкорчевываешь у себя на участке. А что еще можно ей пни выкорчевывать? Ну мало ли, там, не знаю, ты работал в Евросети, и мне понравилось. Много динамита. Ну, Евросети много. Вернемся к нашему... Да, вернемся. Вернемся. О чем, собственно? Нам нужны желтки. Многие люди, которые занимаются спортом, говорят, что желтки содержат канцерогены. Хотя, знаете, каждые три года мнение ученых по поводу яичных желтков меняется. Короче, грубо говоря, нам нужно три желтка. Белок можете оставить конкретно себе, если вы человек, который следит за массой, там, качок, нереальный спортсмен. У вас там пресс с кубиками и прочее такое. В общем, здоровье у вас только что пропивать можно вовека. Блядь. Знаешь, честно скажу, я сам человек подмосковный. И как бы... А я вот здесь, вот, в гора циклухе. А ты... Не в этом суть. Дело в том, что в свое время, когда я был в Пессонах именно в Москве, и, в общем, я в Москве прожил 8 лет по разным, скажем так, Пессонам и тому подобное, и встретился мне один московский житель, который не может отделить яйцо от желтка без специально купленного в Ашане отделителя яйца... белка от желтка. Такое есть. Прикинь, есть. В Ашане подается. В Ашане подается. Вот, кто-то отделяет с помощью бутылки. Нет, я нормально, я так же. Ну, можно из бутылки, но это уже... Это нужна бутылка. Мы добавляем туда желтки. Только желтки. В этом фишка. Мы же о рецепте. Да, мы заботимся о рецепте. Это знаете, как в гугле... А белок вы можете пустить на спортив. Да, белок вы можете пустить, вот, действительно, если вы... На самом деле, просто жрите творог. Забыть Сашечкой. Из витаминочкой. Этот человек, на самом деле, очень нехилый фехтовальщик, да и, собственно, спортсмен. Все равно. Хотя бы витамин С. А спортсмены... Витамин С это просто стимулятор. Господа спортсмены, которые занимаются разным спортом, от бодибилдинга до сберения людей железной палкой, пишите в комментариях, собственно, что вы думаете по этому поводу и правда ли, что можно обойтись творогом? Ну, на самом деле, да. Но технологии шагнули сильно дальше. Ой. Весь мир в труху. Да. Весь мир в труху. И последний третий ролик. Трех раз, не четыре добытки. Три. По рецепту тоже просто. Ну, на утро яичных пожарить, после Беллис. Из всего одного одного. Знаете, есть такой человек, точнее, был, к сожалению, за всем его невестным. Его зовут Боб Марли. И он сказал... Не, он сказал одну мудрость. Это не он сказал. Не, 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 не. После хорошей пьянки нужно хорошенько пожрать. Это яичко будет вашим завтраком. Собственно, и остальные белки. Как она хлюпает, когда она не разорванная. Оболочка этого желтка. Вот. Мы, собственно, это сделали, почти что смешали все ингредиенты. Я, правда, обфачился в этом, все равно. Ладно, все равно. Мы добавляем финальный. Шоколад любят все. Знаете, как есть один сериал, называется «Как я встретил вашу маму». И там один из людей сказал, что любят девочки. Харизматичных парней и шоколад. Поэтому идеальный парень для каждой девушки – это Вилли Вонка. Они еще любят высоких парней. Ну, высокий Вилли Вонка. Три. Три высоких Вилли Вонки. Вот есть фотография, где одна белая девушка и пять черных мужчин. Вот то же самое, как девушка и пять Вилли Вонка. Мы добавляем шоколад. Один пакетик. Думаю, столько будет достаточно. Если у вас есть шоколад, именно вы просто берете терку, втрете в нее и используете. Если вдруг вы, человек, настолько замороченный, вы можете сделать шоколад самостоятельный. Возможно, мы выпустим об этом видео. Я в детстве, помню, самый первый раз, когда нажался, это было 4 года, я ел... Сколько? Конфеты с ликером. Я не знал, в чем они. Я просто их ел. Я первый раз нажался, в 15. Ну, как-то так. Но не конфеты. Чувствую, знаете, себя теперь пропитокой по сравнению с этим человеком. Пойду бутылки собирать. Что ж, мы смешали все необходимые ингредиенты. Яичко и, соответственно, белки мы оставим, потому что те люди, которые занимаются спортом, они едят. Ну и просто есть кому угодно. Вот. И поэтому мы воспользуемся данным миксером. У тебя крышки у нее нет? Есть. На кухне. Ага. Сгоняй на кухне. Ищи. Расскажи, пожалуйста, вот по поводу различных алкогольных напитков. Ну, естественно, помимо Рома. Я скажу. Рекорд 4 литра Рома в Хайл. Поспать 6 часов и ехать. С Валдей до Москвы. На мотоцикле. Так вот, господа, мы начинаем. О чем протекает-то? Потому что брошу. Ну что ж, мы хорошо все замешали. И теперь есть, скажем так, два стула, извините, есть два путя. Первый путь, если вы это делаете с утра перед большой вечеринкой, вы просто ставите ее в холодильник и все. Но здесь, знаете, как и с любым алкогольным напитком и с каждым искусством, не нужно торопиться. В идеале разрить Беллис по бутылкам и поставить в холодном, прохладном месте, как и любые лекарства, где нет солнца, постоять 3-4 дня. И тогда он раскроет именно всю свою суть. Однако, мы его сейчас отправим в холодильник. Скоро мы будем проводить дегустацию. Ссылка будет в описании и, соответственно, в конце данного ролика. А дегустацию Рома, а не Беллис. А Беллис дегустацию мы запишем скоро, когда он немножко постоит после нашей съемки. Да, естественно. Возможно, даже в ту же самую дегустацию. Да. Как бы дегустация не только коктейлей, но и Беллис на основе этого же Рома. Да, вариации, с чем пить Рома. Рома, вариации, да, вариация будет бесконечная. Однако, всем вам спасибо. Господа, данный напиток отлично подойдет, ну, соответственно, он подойдет для любой вечеринки. Вы можете даже, не знаю, разить его по бутылкам, привезти его. Бабское пойло. Может быть и бабское пойло. Скорее, это... Ну, ладно, я сам люблю Беллис. Все любят Беллис. Даже человек, который... А как начать Моцарт? Скорее бивается. Моцарт, он слишком... Нет, про напиток Аля Беллис под названием Моцарт. А это что? А это еще более молочный вкус. Это как Беллис, только Моцарт? Только вкуснее, более насыщенный молочный вкус. Ммм, Деми... Ааа, Ярослав! Я могу говорить из заката. Так вот, господа... Это наш внутренний голос. Да. Так вот, господа, мы приготовили все, что необходимо. Мы, собственно, рекомендуем вам делать это с утра пораньше, либо за несколько дней до вечеринки, либо, если вы едете на родевую игру, вы можете разлить ее по бутылкам, и вот, честно говоря, придя с этим вещью, зайдя... Заглебавшись, тащи бутылки. Да, заглебавшись, но это себя окупит. Во-первых, у вас будет уважение. Уважение от всех людей, которые находятся на полигоне. Во-вторых, отыгрыш закончится не только массажем. Отыгрыш закончится не только массажем и поеданием сгущенки. И в вашу палаточку с надутым матрасом надувным зайдет прекрасная дама, либо мужчина, в зависимости от того, какого вы полный, что вы предпочитаете. Так, мне нужен список, что не пить на родевых играх, чтобы ко мне в палатку не дашли мужчины. Нет, лучше, знаешь, лучше ты давай этот напиток прекрасным дамам, чтобы они к тебе заходили на палаточку. А я что делаю? Так вот, господа, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас еще будет много обзоров и экспериментов с прекраснейшим Ромом Темплар. Ну и, собственно, наши личные пожелания. Это, во-первых, пейте в меру, пейте грамотно, занимайтесь спортом. И только хорошее, если пьете, экономьте свое здоровье. Экономьте свое здоровье и пейте только хорошее. И тогда, понимаете, как мы испытали, собственно, с моим оператором, да и многие вообще, под хороший алкоголь и разговор будет хорошим, а под три семерки вы начнете рубку на ножах, грубо говоря. Поэтому Ром Темплар, приятная беседа и лучшие друзья. Хорошая компания. Хорошая друзья. А вы Мария. Да и вас уволит.